полное руководство по переходу на кето диету привет я наталья томшина диетолог нутрициолог и кетокоуч я основала клуб стройных и здоровых вкус жизни и последние шесть лет помогают женщинам абсолютно любого возраста решить проблему лишнего веса если вы устали от цикла диета срыв новая диета и хотите понять почему раньше не удавалось похудеть это видео для вас и я обещаю что вы узнаете больше о похудении и кето питание чем на многих платных курсов и марафон просто досмотрите это видео до конца и вы поймете что нужно делать чтобы именно вам получить результат это обучающее видео без отвлекающих моментов возьмите ручку и блокнот записывайте важные моменты и так вот какой у нас будет план из видео вы узнаете о самом важном гармонии похудения который у многих ломается на традиционных диетах научитесь правильно составлять тарелку для похудения также выберите продукты которые дают максимальную сытость и подарят вам стройность вы перестанете постоянно думать о еде научитесь есть без подсчета калорий в любое время и без строгих порций а также снизите тягу к сладкому и забудете о срывах поехали единственное условие если вам понравится урок оставьте лайк и оставьте комментарий это поможет продвижению канала и больше людей узнает эту информацию и так почему не получалось раньше если вам до сих пор не получилось справиться с лишним весом не вините себя проблема не в вас а в том что у вас сломались два основных гормона похудения вам казалось что вы все делаете правильно считаете калории идите по чуть-чуть небольшими порциями и часто и также избегайте жирного выбирая обезжиренные продукты но несмотря на это вес все равно растет это связано с тем что неправильно это нарушает работу ваших гормонов давайте на простом примере покажу вот например автомобиль представьте что вас дизельный двигатель а вы заливаете бензин что будет ваша машина не поедет то же самое происходит и с нашим телом когда мы едим неправильные продукты лишний вес это не вопрос внешность это сигнал что что-то в организме сломалась в нашем случае сломались гормоны а именно два основных гормона похудения инсулин и грелин инсулин это не только для диабетиков он на самом деле касается всех и его основная функция это переносить энергию из пищи в клетку когда мы едим уровень инсулина повышается и организм накапливает энергию он не сжигает жир а теперь представьте что вы постоянно идите завтрак перекус обед еще один перекус ужин на ночь кефирчик или яблочко съели таким образом ваш инсулин постоянно повышен и организм просто не дается время перейти на сжигание жира правильная работа инсулина выглядит так поднялся раздал энергию ушел на покой но при частом дробном питании он всегда на взводе это вызывает проблемы клетки обжигаются и перестают нормально принимать энергию в итоге организм направляет лишнюю энергию жировые депо и печень вот вам и жировой гипотоз хоть вы едите все обезжиренное и вы несмотря на то что постоянно идите вы чувствуете голод и это голод на клеточном уровне ваши клетки не получают достаточной энергии и вы снова и снова тянетесь к еде второй важный гормон это гормон голода грелин его рецепторы находятся в желудке и реагирует когда желудок растягивается но на дробном питании вы едите очень маленькие порции и желудок не растягивается в итоге рецепторы сигнализирует мозгу голод на мало еды и вам постоянно хочется есть вы не можете контролировать голод силой воли это не проблема сила воли это биохимия вашего организма постоянный голод это результат того что ваши гормоны работают неправильно но поменяв продукты на своей тарелке на правильные у вас все будет по-другому давайте же теперь разберемся с продуктами продукты что и сколько есть чтобы наконец похудеть вы как и я наверняка попробовали многие способы похудения не ели жирное питались небольшими порциями двигались больше но почему-то все это не давало желаемого результата или он был кратковремен правда чем же проблема проблема в продуктах сейчас будет крайне важная информация поняв ее вы реально забудете о диетах и о голод и так своей системе я придерживаюсь такого понятия есть продукты которые насыщают помогают дольше не чувствовать голод это мясо рыба яйца жирные сливки курица с кожей и другие вкусные продукты они дают чувство сытости и вы едите меньше а есть продукты противоположные которые усиливают аппетит это крупы фрукт хлеб макароны сладости выпечка не важно совершенно какая у них калорийность просто эти продукты сами по себе заставляет вас хотеть есть чаще из-за чего гормоны работает неправильно и вес не уходит если на пупе или других диетах вы постоянно хотели есть то это потому что вы ели продукты которые усиливают аппетит когда мои девочки из клуба меняет продукты на тарелке у всех одинаковая реакция раньше я не могла продержаться максимум полтора часа после завтрака из овсянки с бананом и обезжиренного йогурта а теперь я не думаю о еде целый день это просто удивительно почему потому что правильные продукты это настоящий ключ к снижению веса без голода и стресса основные правила питания теперь запоминайте а лучше записывайте мы едим до сытости и только тогда когда голодны забудьте про перекусы каждые два-три часа если вы думаете может быть мне что-то перекусить выпейте стакан воды и подождите 15-20 минут если голод не ушел то ешьте но скорее всего у вас просто жажда никаких перекусов перекусы это враг стройности даже пол яблочко или чай с молоком это перекус между основными приемами пищи не должно быть кусочечество и следующее правило сначала еда потом десерт если вы плотно поели правильными продуктами скорее всего десерт вам уже не понадобится но если все-таки захочется съешьте только темного шоколада или немного ягод со сливками соблюдайте эти правила и у вас все получится кстати списке продуктов ищите по ссылке в описании к видео или закрепленном комментарии собираем правильную тарелку для похудения и так как собрать правильную тарелку из продуктов которые подавляют аппетит и способствует снижению веса половина тарелки это белок белок это все что когда-то бегала плавала летала или ползала мясо рыба курица яйца все это белок готовьте их как вам нравится варите жарьте запекайте а главное не бойтесь жира берите мясо пожирнее это не страшно но если в мясе мало жира добавьте немножко сливочного масла или жирный соус и да майонез тоже можно вторая половина тарелки это овощи овощи могут быть любыми сырыми жаренными гриль на пару или квашенными единственное исключение это картофель все остальные овощи приветствуются пожалуйста не усложняйте себе задачу для того чтобы запустить жиросжигание не нужны порошки коктейли или какие-то специальные добавки просто используйте продукты из списка которые вы найдете по ссылке под видео или в закрепленном комментарии если продукта нет списке не ешьте его все очень просто и уже завтра вы почувствуете как ваша еда работает на вас а что насчет десерта да десерт можно это может быть чашка ягод или несколько долек темного шоколада десерт еды едим после еды это важно помните про перекусы каждый перекус это повышение инсулина который переводит ваш организм в режим запасания жира а наша задача держать инсулин максимально низким для того чтобы разгружать жировые депо что вы можете сделать уже завтра начните с правильной тарелки на завтрак половина белок половина овощи это все что вам нужно вы почувствуете сытость на несколько часов что совсем не похоже на еду которую вы ели раньше каши сухофрукты или обезжиренное молочко мой ежедневный завтрак как у девочек из нашего клуба это яйца в любом виде плюс овощи можно добавлять сливочное масло или сыр по желанию или так вы можете съесть котлету кусок курицы рыбы и овощи неважно в какое время вы будете есть следуйте вашему обычному расписанию кто-то завтракает в 5-6 утра а кто-то ближе к обеду ваш первый прием пищи должен состоять из продуктов которые подавляют аппетит то есть не должен содержать каши мюсли булочки блинчики с вареньем или сырники со сгущенкой запомните формула жиросжигающего завтрака это не обезжиренный белок плюс овощи и после того как вы поедите засетите время до следующего приема пищи и вы будете приятно удивлены по поводу напитков можно пить воду минеральную газированную чай кофе цикорий но без сахара сахза сахза можно напитки с жирным молоком или со сливками можно после еды между едой только чистые напитки без добавок эти больше воды если появится сильная жажда это нормально не пугайтесь просто эти больше воды и один из самых частых вопросов это размер порции сколько граммов должна быть порция но вот сюрприз сейчас размер порции совершенно не важен мы едим до сытости и только тогда когда голодным может показаться что порции большие но через несколько дней вы удивитесь что вес уходит почему потому что правильные продукты сами подавляют аппетит и вы начинаете есть меньше чем раньше как вы наверно заметили я еще ни разу не упомянула что мы на кето и это неспроста и в этом как раз таки и кроется мой подход к правильному переходу на кето давайте про это и поговорим дальше адаптация правильный и безопасный переход на кето наш мозг может вынести только 10 процентов новизны все что свыше начинается бунт и откат назад и основная проблема всех тех бывалых кто жалуется на постоянные срывы это то что вы меняете сразу все питание вы делаете это слишком резко не даете себе привыкнуть к той новизне и закрепиться на небольших изменениях а еще все хотят результаты сразу мгновенно психике и телу нужно время на адаптацию запомните это вы двигайтесь очень поступательно прислушивайтесь к себе и дайте время привыкнуть и вот тут я отвечаю на вопрос что делать с другими приемами пищи пожалуйста не торопитесь поменяйте пока только завтрак но завтракайте по-новому всю неделю и понаблюдайте за изменениями как вес будет снижаться он будет снижаться постепенно а главное что у вас не будет голод и снизится тяга на сладко девочки которые приходят в клуб тоже сначала торопятся все сразу поменять поскорее начать но буквально через неделю приходит понимание что голода нет на сладкое уже не так сильно тянет настроение выравнивается энергия появляется и они успокаиваются ну а дальше и ждет настоящее чудо знаете что в последние годы я вижу в сети просто кошмарище то как преподносится к это питание то как проводятся к это марафон и похудения или то как многие пытаются самостоятельно посидеть на кетах почему кошмарище ну моя твердая позиция нельзя с наскоку переходить на такое питание вы сделаете себе только хуже и разочаруетесь дело в том что большинство людей имеют проблемы с поджелудочной желчной с кишечником их организм просто не готов к такой резкой смене рациона то есть чем больше болячек накоплено тем плавнее и бережнее должен быть ваш переход в кето второй массовые кето марафоны там все бегут за быстрым результатом и принципе никого не волнует что будет с вами после того как марафон закончился главное что вы прислали отчет до после и похвал похвастались своими минус 5 килограмм но потом получилось что волосы полезли кожа повисла или вообще ушла в дичайший зажор и опять моя позиция нельзя ходить ущерб здоровья почему это произошло потому что никто не объяснил о важности своей нормы белка никто не озадачился тем чтобы рацион покрывал основные потребности по минералам витаминам то есть был нутриционно сбалансированным и плотным сама кето она тоже очень часто заканчивается фиаско потому что в век доступности информации кажется что все очень просто нашел в интернете рецепты их реально сейчас не проблема найти ешь и худей но практически каждый день в своих соц сетях я получаю вопросы от таких самостоятельных женщин как только сажусь на кето кстати я ненавижу слово сажусь или посидеть на кето так вот сажусь на кето болит голова чувствую себя овощем начался запор и так далее я что-то делаю не так или кето мне не подходит нет при правильном подходе кето отходит практически всем при приеме на работу сотрудника знакомят с техникой безопасности на рабочем месте и новый сотрудник обязательно должен расписаться в специальном журнале что он инструктаж о технике безопасности прошел так вот с кето питание все тоже самое поэтому мы дальше поговорим с вами о кето безопасности как не навредить себе при переходе на кето сейчас тоже берите ручку и записывайте первое правило не торопитесь не кидайтесь сразу на жирный жир не меняйте сразу все питание двигайтесь постепенно одна из ошибок новичков и недоэкспертов области кето питания думать что кето это есть много жиров нет и еще раз нет это питание это в первую очередь низко углеводное питание и кето случается с вами не потому что вы начинаете есть много жиров от этого случается только тошнота и заболит в боку так вот кето случится с вами потому что вы не будете есть много углеводов поэтому добавляйте жиры в свой рацион постепенно второе правило гетобезопасности – это хорошо солить еду. Забудьте миф про вред соли. Когда вы ограничиваете углеводы, уходит много воды вместе с ней и минералы электролиты – натрий, калий и магний. Так вот, чтобы голова не болела и не быть овощем, нужно больше соли. До 2 чайных ложек без горки спокойно можно. Заболела голова – выпейте подсоленной воды или рассосите крупный кристалл соли. Следующий минерал электролит – это калий. Когда его не хватает, у вас ватные ноги тяжело подниматься по лестнице и колет в груди. Калий содержится в темно-зеленых овощах – это брокколи, авокадо, а также в зеленой ботве такие, как укроп, кинза, петрушка. Помните, мы говорили про то, что половину тарелки должны занимать овощи и зелень? И в том числе для того, чтобы восполнять запасы калия, а не так, как я очень часто вижу в отчетах – одна веточка укропа и пологурчика лежит на тарелке. Магний – мой любимчик не только на кето. Просто он всем необходим всегда – взрослым, пожилым, детям, плаксивым, у кого судороги, у кого давит сердце – это все дефицит магния. Мы ни на одной системе питания не восполняем магний из продуктов. И вот те байки, что магний там есть в шоколадах или в банане – это все байки. Вам килограмм бананов надо съесть. Но при этом мы магний расходуем с космической скоростью. Поэтому магний принимайте в добавках. Минимум 400 миллиграмм элементарного магния. Но в первое время лучше 600-800 миллиграмм. И лучше перед сном. Третье правило кетобезопасности – это будьте внимательны к своим ощущениям. Заболела в боку. Это вам передает привет ваш застойный желчный. Это не печень. Печень вообще не болит. Это именно желчный пузырь. Сократите жиры и добавляйте их плавно, постепенно. С желчным вообще очень много всего в организме связано. Это один из ключевых игроков вашего оркестра здоровья. Буквально от хронических головных болей до миом и эндометриоза – это все про желчное. Вернемся к кето. Тяжесть и тошнота после мяса и жирного – это плохая, некачественная, густая желчь, плюс нехватка пищеварительных ферментов, липазы и желудочной кислоты. Поэтому терпеть тошноту, конечно, не надо. Принимайте ферменты – крион, панкреатин, на крайний случай – мизин или фистал. Изжога. Очень часто получают такие вопросы – не могу есть яйца или жирное, начинается изжога. Это тоже симптом непорядка в желудочно-кишечном тракте, в первую очередь низкой кислотности. Тут как минимум симптоматически выпейте воды с лимоном, как максимум надо кислотность поднимать. Ну, это вот такой краткий инструктаж по технике кетобезопасности. А теперь, пожалуйста, вспомните, как вы бросались во все прошлые диеты. Вы ведь даже не задумывались, а как она работает? И просто так, на скобу, с понедельника садились на гречневую, на кефирную или на кремлевку. Давайте не будем повторять этих ошибок и в этот раз сделаем все правильно. Согласны? Как я могу вам помочь достигнуть желаемого результата? Я постаралась дать максимум информации, чтобы вы поняли, как работает кето. Какие продукты приведут вас к стройности и сытости. Как составить тарелку и что делать уже завтра. И самое главное, как не навредить себе при переходе на кетопитание. Конечно же, невозможно в одном видео осветить все-все-все-все вопросы. Они у вас точно будут возникать. И я донесла до вас одну очень простую мысль. Все старые методы, частое дробное питание, ПП и другие строгие диеты, больше спорта, они не приносят долгосрочный результат. Потому что противоречат правильной физиологической работе гормональной системы. И ключ к успеху – это замена продуктов, которые усиливали аппетит на продукты, которые теперь будут наоборот насыщать вас надолго и подавлять аппетит. Без этого изменения невозможно выровнять работу гормонов и стать стройнее. Второй нюанс. Не кидайтесь, пожалуйста, сломя голову в новую диету, как это было раньше с ПП, кремлевками, гречневой, кефирной или с порошками. Поэтому не торопитесь. Изучите больше информации. Правильно входите в питание и дайте своему организму время на адаптацию. Ну и третье, и, наверное, самое важное – это поддержка. Это важно, потому что в начале пути очень легко с него сбиться. Возникают вопросы, ответы на которые не знаешь и не у кого спросить. Потому что окружение не всегда за тебя и будет саботировать при любом удобном случае. Потому что жизнь, она такая, она полна стрессов. Начальник накричал, за детей переживаешь, там мама или свекровь на мост капают, на дорогах пробки, да еще и тысячи других причин, по которым вы нервничаете и ищете утешение в сладостях или вкусностях. Поэтому мы и сделали клуб. И это клуб. Это место, где ваши страхи и сомнения останутся в прошлом. Мы понимаем, каково это – испытывать разочарование и обиду, когда кажется, что все усилия напрасны, ведь каждая из нас проходила через это. Но благодаря кетоклубу вы справитесь с любыми трудностями и, наконец, достигнете желаемого результата. Ведь клуб – это свои люди, своя банда, свой круг общения, который всегда поддержит и всегда на вашей стороне. Что вы получите, придя в клуб? Еженедельные персональные рационы – они разрабатываются специально под вас на основании ваших личных параметров, к БЖУ и предпочтений в продуктах. Мы понимаем, как сложно найти время и силы на планирование питания, особенно с учетом плотного графика. Именно поэтому мы берем это на себя. Вы просто присылаете список продуктов, которые у вас есть или которые вы сможете купить на неделю, и мы составляем рацион. Также вам доступна сразу вся база знаний по кетопитанию, видеоуроки, памятки, инструкции, все важные чек-листы и полезные вебинары по здоровью. И фишка в том, что вы сами выбираете то, что вам интересно, и в каком объеме, и в какой последовательности это изучать. Клуб – это необъемный дорогостоящий курс с сжатыми сроками, где вы можете не успеть что-то изучить и потом жалеть, что зря потратили деньги. В клубе вы каждый месяц можете по чуть-чуть изучать то, что нужно вам именно в этот момент, без стресса и без паники. Также каждый месяц вы сможете проходить марафон-рывок, который даст видимый результат за короткий срок. Благодаря таким марафонам наши участницы сбрасывают от 2 до 5 килограммов, и это помогает видеть реальные изменения и не терять мотивацию. Еще вам будет доступен чат с поддержкой и ответами на любые вопросы. Мы знаем, что отсутствие поддержки может разрушить любые намерения. Именно поэтому в нашем чате вы всегда найдете поддержку и ответы на свои вопросы от экспертов и таких же участниц, как вы. По желанию, вы сможете принимать участие в тематических практикумах по здоровью и красоте. Например, антипаразитарная программа, все о здоровье волос и красоте кожи, женское гормональное здоровье, иммунитет, здоровье ЖКТ и другие полезные материалы, с помощью которых наши участницы делают шаги к здоровой жизни. Вкратце, это все, что я хотела рассказать про глупо. Если для вас действительно важна поддержка и вы хотите получить реальные результаты, то я с радостью готова вам в этом помочь. Переходите по ссылке под этим видео и присоединяйтесь к нашему дружному сообществу. Если остались вопросы или сомнения, там же можно написать мне в личку и получить консультацию. Если по каким-то причинам вы не можете пойти в клуб, то пересмотрите это видео еще раз, выпишите себе план и просто начните самостоятельно менять свое питание. Это не так сложно, как думается. Я желаю всем здоровья и не отчаиваться. У всех все обязательно получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!